Здравствуйте! В эфире программа «Город» в студии Евгений Иванников. Герои огня отметили свой двойной юбилей. О том, кто в течение многих лет рисковал своей жизнью ради тушения огненной стихии, смотрите в нашем следующем сюжете. До торжественного собрания осталось три часа. В комнате дежурной смены все бойцы уже готовы к празднованию. Николай Большаков вынимает из шкафа свой парадный китель, примеряет его у зеркала. Вроде за 34 года ничего не изменилось, только медалей стало больше, да форма немного стала уже. Николай Сергеевич вспоминает, как 33 года назад в пожарной части номер 15 отмечал свой профессиональный праздник. Тогда, правда, праздник отмечали 17 апреля, и название его было несколько иное – День советской пожарной охраны. С тех пор не только волосы посидели, да и звездочек на погонах стало больше. Подполковник Большаков признается, что стал пожарным случайно. После окончания школы не поступил в институт и отправился работать огнеборцем. Думал, что временно оказалось навсегда. Получаешь очень большое удовлетворение после того, как подъезжаешь на пожар и видишь, какой сложный пожар, допустим, и удовлетворение после того, как ты и твои друзья, твои товарищи, соратники, коллеги этот пожар ликвидировали. Конечно, получаешь очень огромное удовольствие. Заряжай! Пли! Заряжай! 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 Сегодня оружейными выстроенными у пожарной части номер 126 сотрудники МЧС почтили память погибших товарищей. На плацу вспоминали Владимира Кривенко и Шамиля Габитова, погибших 27 лет назад при тушении пожаров в подвале одного из домов. И сегодня сын одного из героев, Руслан Габитов, выступил с торжественной речью. Молодой человек рассказал, что ему было два года, когда отец погиб. После этого он даже не думал, что пойдет по стопам своего отца. Однако судьба распределилась иначе. Вот уже последние 8 лет Руслан работает пожарным. В детстве я думал, конечно, что не буду работать почему-то. А уже позрослев, мне показалось, ничего страшного там нет. Самое юное поколение сегодня могло попробовать себя в роли пожарных. Специально для зрителей в этот день перед администрацией города выстроились в ряд лучшие современные пожарные автомобили. Полазить по большим машинам удалось и Роману Кураеву. Он сюда пришел вместе с мамой и папой. Последний, между прочим, уже много лет служит в пожарной охране. Поэтому и сын Роман мечтает также держать в руках рукава и спасать людей. Я бы им хотел пожелать удачи, чтобы у них все хорошо было. И чтобы они держались. Формула номер один по рельсам. Это возможно. Магнитогорские прошли традиционные соревнования среди водителей трамваев. Вот этот, значит, траншет будет на остановке. Ежегодно за полчаса до начала соревнований на центральном переходе перекрывается движение трамваев. Расставляются специальные знаки. Чуть позже по ним будут ориентироваться участники заездов. Вот этот плакат означает, что необходимо сделать остановку. Упражнение 10 штрафных. За это второй год 20 штрафных. А за время все равно 10 секунд. В финал конкурса профессионального мастерства вышли 15 человек. Все они прошли отборочный тур в родном депо. Сегодня открыть состязание доверили самой юной участнице Юлии Муриной. Ее стаж вождения всего год. Быть может поэтому ей не удалось выполнить все задания на трассе. Перед обнаружением человека на рельсах она не успела вовремя притормозить. Вообще состояние такое волнительное. Все-таки конкурс, решающий день, третий, заканчивающий. Первое место заняла Татьяна Серик, работающая в депо номер 2. Второе – Валентина Родионова. И третье – Татьяна Макарова. Обе представляли депо номер 3. У нас за первое место будет 3,5 тысячи рублей. Значит, второе место – 3 тысячи рублей. И третье – 2,5 тысячи рублей. И каждый участник получит 250 рублей, независимо от занятого места. Победитель соревнований будет представлять наш город на всероссийском конкурсе водителей трамвая. Состязания пройдут в сентябре в Липецке. Восемь часов утра. У школы номер 65 оживленно. Кто-то на занятия добирается пешком, кого-то подвозят родители. В ходе проведенной сотрудниками ГИБДД проверки выяснилось – правила перевозки детей нарушает каждый второй водитель. К примеру, в автомобиле этого молодого человека ребенок есть, а автокресла для него нет. У меня сзади просто ремней безопасности нет. Машина такая была. Без ремней. Это нарушение. Автокресло нужно начать. Что, за это штраф? Да, штраф. 500 рублей скоро будет. Забывают родители и пристегивают своих чат ремнями безопасности. Этим утром сотрудники госавтоинспекции выявили лишь одного законопослушного автолюбителя. Им оказался Сергей Кирпишников. Вы знаете, уже они были достаточно взрослые. Сложно сейчас их приучить, перевозить в креслах. Но они вот сидят у меня, они ремни у них как бы нормально здесь проходят. То есть даже без подушек. Детей нужно перевезти обязательно пристегнутыми ремнями безопасности. Если ремень проходит, диагональная ветвь проходит по груди, а не по шее. Либо использовать бустеры. Это так называемые подушечки, которые приподнимают ребенка над уровнем сидений. И, соответственно, ремень безопасности проходит правильно. Либо использовать детские автокресла. Заторы на территории школ – еще одна проблема, характерная для многих средних образовательных учреждений города. В любой момент жертвой может стать ребенок. В школе номер 65 учатся около тысячи детей. Половину из них родители на занятия привозят на машинах. В результате неправильного организованного движения автомобили скапливаются на территории школы. При этом те ученики, которые идут на занятия пешком, рискуют оказаться под колесами. Если перекрыть вот эту основную, последнюю артерию, так скажем, движения, то будет такая же история. Все равно они найдут способ подъезжать к школе родителей. Потому что выхода нет, а детей привозить в школу нужно. Для того, чтобы создать нормальные условия как для движения машин, так и для пешеходов, руководство школы разработало проект реконструкции проезжей части. Однако из-за отсутствия средств пока он остается на бумаге. Поэтому, чтобы попасть в школу, детям приходится рисковать. К слову, тот, кто находится в салоне автомобиля, но не пристегнут ремнем безопасности, также рискует оказаться на больничной койке. С начала года в пробережном районе двое из 13 детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях по причине отсутствия элементарных мер безопасности. Сегодня представители правоохранительных органов МЧС администрации города провели антитеррористические учения на территории очистных сооружений Треста-Водоканал. По оценке специалистов, все экстренные службы сработали оперативно и слаженно. На очистных сооружениях мы пытаемся проводить, как оно и положено, учения. Помимо того, что они сами проводят у себя на предприятии, тренировки постоянные, которые у них проходят, ну и также мы раз в три года проводим у них комплексные учения, которые под руководством, скажем так, в масштабе города. В минувшие выходные на сцене дружбы народов люди в погонах на мгновение превратились в артистов. Все потому, что в нашем городе прошел отборочный тур областного конкурса художественной самодельности среди милиционеров. Право открыть концерт выпало ансамблю «Лада» в коллективе 10 сотрудников милиции Верхнеуральского ОВД. В репертуаре только русские народные песни. Наши занятия, занятия пением песни, частушек в частности, это, конечно, оно нам помогает в работе нашей. У нас работа нелегкая, бывает так, что и дома редко мы бываем, но все-таки стараемся найти время, чтобы уделить его нашему народному творчеству. Живым звуком зрителей удивили милиционеры из Картолов. Из родного города они привезли ни одну тонну оборудования. К слову, в органах внутренних дел работает лишь один участник этой группы. Остальные решили поддержать товарища. У меня вообще-то папа в милиционерной пенсии, так что, ну, я не знаю. Не мешает анимации музыки и работы? Ну, у нас прямое общение, можно сказать, ежедневное с коллегой, все-таки, в каком-то смысле, с коллегой. Фавориты конкурса – сотрудники правоохранительных органов «Пласта» и «Магнитогорска». Последний на протяжении трех лет в числе лучших самодетельных коллективов Челябинской области. У нас представлено несколько поколений, то есть поколение сороковых солдаты, поколение Афган и поколение Чечня, то есть сегодняшние дни. Вся тематика у нас именно памяти всех воинов и воин, которые были. В этом году на финальный галоконцерт отправится коллектив Магнитогорского УВД, милиционеры из «Пласта» и представители Верхнеуральского УВД. По результатам отборочного тура они заняли первое, второе и третье место соответственно. Финал состоится в Челябинске накануне Дня милиции. А сейчас новости спорта. В Магнитогорске состоялся мемориал имени Владимира Семакина по самбо среди сотрудников правоохранительных органов. О том, кто победил, смотрите далее. Девять лет назад в Чечне при исполнении служебного долга погиб капитан милиции Владимир Семакин. И спустя четыре года в памяти о нем был организован турнир по боевому самбо. В этом году эти соревнования юбилейные, проводятся в пятый раз. Этот турнир должен явиться дружбой, должен быть показателем взаимоуважения и пусть победит Семакин. Традиционно фаворитом турнира была команда Магнитогорского учебного центра милиции. Курсанты состязались в пяти и семи весовых категориях. Среди них Актан Валеев, который сегодня весовой категорией до 62 килограммов занял первое место. Самбо воспитал, не знаю, больше не было на кого идти работать, не представлял себе больше работы никакой, кроме милиции. Среди команд первое место на турнире занял учебный центр, второе – отдельный батальон патрульно-постовой службы УВД и третье место – УВД по Рженикидзовскому району. На сегодня это все. Смотрите нас завтра в это же время. С вами был Евгений Иванников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok